Массивы и указатели тесно связаны. Очень часто для передвижения по массиву используются указатели. Для этого у указателей предусмотрена арифметика указателей. Давайте посмотрим на примере. Пусть есть массив из 10 элементов, и определенные два указателя на первый элемент массива и на последний элемент массива. Тогда для указателей P и Q определены следующие выражения. Если мы прибавим к указателю некоторое число, тогда указатель сдвинется на k ячеек размера int вправо. Если мы вычтем некоторое число, то указатель сдвинется налево на соответствующее количество ячеек. И если из одного указателя вычесть другой, в данном случае предполагается, что указатель Q должен быть строго больше, чем указатель P. Больше либо равен. Тогда данное выражение вернет количество ячеек между этими указателями. Кроме этого, для указателей предусмотрен следующий синтексис. Если у указателя указать в квадратных скобках некоторое число, то это будет эквивалентно следующему выражению. То есть обращение к ячейке с номером k относительно этого указателя. Для того, чтобы проверить, что все действительно так работает, можно проверить, что компилятор одинаково скомпилирует две следующие конструкции. Например, обращение к третьему элементу массива m и тоже обращение к третьему элементу массива m. На данной картинке я проиллюстрировал работу арифметики указателей. Соответственно, это первый элемент, это последний элемент. Указатель P плюс 2 указывает на ячейку через 2 после той, на которой указывает P. Указатель Q минус 4 указывает на ячейку на 4 левее, чем та, на которой указывает указатель Q.